А теперь новости с юго-востока Украины, где по-прежнему выполняют профессиональный долг российские журналисты и откуда практически каждый день приходит информация о новых жертвах. Сегодня самой горячей точкой в Донбассе оставалась Горловка. Город обстреливают и днем, и ночью. За последние сутки там погибли двое мирных жителей, шестеро раненых, в том числе дети. Самому младшему 7 лет. О ситуации в Горловке репортаж Александра Черепниной. Ночь, которая обернулась кошмаром. Они ложились спать в доме, не прятались в погребе. Впервые за последнее время. Решили, что на этот раз можно. Обстрелы были слышны, но далеко. Снаряд попал в крышу. Осколки разлетелись по комнате. Я вот здесь, когда случившееся было, я только лег в телевизор. Сын сидел на диванчике, вот тут. Упал вот сюда. Юля стояла, она только зашла. Жена упала вот здесь и не отозвалась. Сын отозвался. Женщина погибла на месте. Ее 7-летний сын сейчас в реанимации. Осколки попали в голову, выбили глаз. Ребенку нужна сложная операция. Решается вопрос о транспортировке в Ростов-на-Дону. Снаряд зацепил и соседний дом, пробил стены. Хозяев там не было. О том, что вернуться им будет некуда, узнали уже утром. Я семью перевез в город. Прожаем в городе. Двое деток маленьких, жена. Обстреливают часто, поэтому только из-за детей переехали. По этому многоквартирному дому стреляли тоже, когда многие уже спали. Выбиты стекла, где-то насквозь пробиты стены и двери. Люди спасались, прячась в подвале. Добежать до него один мужчина не успел. От полученных ранений он скончался в больнице. Страшно уже, ребята. Страшно жить. Страшно вообще. Была тишина, да. За что над нами так издеваются? Что мы сделали? Мы мирные люди. Мы хотим жить. Мы не заказывали эту войну. Лежала на подушке моей внучки. Если бы я ее вовремя не унесла, не было бы ее сейчас. По данным Минобороны ДНР, за минувшие сутки украинские силовики нарушали режим прекращения огня больше 60 раз. Двое погибших и еще пятеро раненых. Наиболее интенсивный обстрел артиллерийский и минометный велся именно по Горловке, именно ночью. Там, где нет ни блокпостов, ни военных баз, только мирное население. По территории Донбасса было выпущено 34 артиллерийских снаряда калибром 152 и 122 миллиметра, 102 танковых снаряда и 303 мины калибром 82 и 120 миллиметров. Также применяют гранатометы и стрелковое оружие. Некоторые районы Горловки уже давно опустили. Часть улиц превратилась в руины. Дома, в которые попадали снаряды напрямую, сгорали дотла. Но, несмотря ни на что, многие остаются в городе и уезжать не планируют. Люди ездили раньше в другие города, снимали квартиры. Свой дом все равно тянет на свое место. Живут и живут, и работают. Разведка ДНР продолжает фиксировать перемещение украинской техники. В Минобороны самопровозглашенной республики сегодня заявили, на территории подконтрольной ВСУ в пригородах Дзержинска и всего в 8 километрах от линии соприкосновения, что нарушает минские договоренности, обнаружены гаубицы и установка град. Именно оттуда велись обстрелы минувшей ночью. Александра Черепнина, Юлия Ходорова, Рушан Умяров, Первый канал.